Сегодня у нас 35-й и 36-й. Мы зачитали до 4-го стиха. И так мы говорили, что этот псалом был написан в то же время, когда Давид скрывался от Саула. И написано по поводу того, насколько он был поражен и изумлен тем коварством, которое проявил в отношении его Саул. Вот здесь как раз этот псалом посвящен коварным людям. Глаголу с Тьего беззаконие лесть, не восхоти разумей те же углажите, беззаконие по мысли на ложе своем, представь всякому пути неблага, а злобе же не негодова. Господи, на небесе милость, Твоя истинная Твоя дал область. Правда Твоя, как горы Божия, судьбы Твоя, бездны много человек из копий, спасеши Господи. В Третьем и Четвертом стихах Давид продолжает говорить о коварстве человека, который по внешности кажется мирным и любезным, но на самом деле исполнен внутри себя злобой. И более того, чрезмерность его злобы показывается тем, что даже отдыхая на ложе своим, замышляет беззаконие, как сказано в Четвертом стихе. И в следующих двух стихах, в Четвертом и Пятом, вот этой беспредельной коварствой, беспредельной злобе Давид противопоставляет милость Божью, которая, если там глубина беззакония, то здесь милость Божия простирается даже до облаков, до небес. То есть, как бы, величие, вот сказать, коварства противопоставляется величие милости Божией. Вот, к чему он это говорит? Далее, в следующем стихе, давайте его прочитаем. Правда Твоя Когор... А, да, да, мы читали его, да? Шестой стих. Да, прочитали. Да, в шестом стихе он говорит, человеку из котов хранишь ты Господи. Вот, ну, в духовном смысле людьми, здесь называются люди, живущие по здравому смыслу, а с котами живущие безрассудно, вот, и бессмысленно. Бессмысленно. Вот, то есть, как бы, здесь охватываются и люди добродетельные, и люди нечестивые. Над всеми простирается промысл Божий. Ну, то есть, милость Божия, как бы, вот, этот промысл Божий покрывает и тех, и других. Вот, и в этом же стихе, говорит, судьбы Твоей бездны великой. Бездна великой в том смысле, что невозможно их постигнуть, настолько они глубоки. Вот, и, по всей видимости, вот это все Давид, как бы, переходит от описания нечестия к милости Божией, с тем, чтобы показать, что никакое нечестие, в общем-то, не может одолеть милости Божией. Что, как бы не злоумышлял против него Саул, вообще против праведного человека грешника, Господь покрывает его своей милостью. Но почему это происходит? Почему он, так сказать, терпит и грешника, то есть, вот, так сказать, скота, который... Вот, это все, так сказать, непостижимо, вот, это бездна, 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 бездна Божия. В同じ 6節に, что Дэвид говорит, что Дэвид говорит, что «あなたの裁きは大きな淵のようだ». Ну,この淵というのは,神の世界の,神の廃罪,説理の深さを表しています. Но, в общем-то, в том числе, национально, не может видеться. «Я умножил все милость Твою Божия, сына же человечестве, в крови крыла Твою надеетесь им. Упиются оттоку дома Твоего, потоком слабости Твоя напоишься Я». 7-8 стих. Значит, по толкованию святых отцов, здесь, в этих стихах, пророк Давид начинает пророчествовать о христианах. То есть, сыны человеческие, которые скрываются в тени крыльев Божьих, это христиане. Вот, и далее, в следующем стихе, в 8-м говорится, «насыщается оттука дома Твоего, от потока сладостей Твоего напояешь их». Поток сладостей, конечно же, это кровь Христовая, это Евхаристия, которая выселяет и хранит христиан. Вот, ну и, может быть, еще такое толкование, поскольку здесь и тук упоминается, и поток, то, значит, под туком подразумевается кровь Господня, истекшая из ребра его, а под потоком вода, истекшая вместе с кровью. Вот такое толкование предлагает Исихий Иерусалимский. Тут, правда, в японской библии про тук не сказано, кто-то сказано. «Насыщается от богатств Дома Господня». А вот, ну вот, под богатством можно это, да, Господь, да. А давайте посмотрим, как усвятим. Это, значит, 9-й стих посвятить на кого? В 35-м. В 35-м. В 35-м. В 35-м. «Яку тебе источник живота во свете Твоим узырем свет, права в милостую ведущим Твою правду Твою правым сердцем». 9-й, 10-й. Значит, под толкование Судих Отцов вот в этих стихах пророк Давид говорит и о Христе, вот, то есть богу, который источник живота, сам Господь о себе говорит, я, путь и истинная жизнь. Вот. И о Духе Святом. Духа Святого он называет светом по мысли Василия Великого. Вот. Почему светом? Потому что из тех душ, в которых он вселяется, как пишет святитель Василий, он изгоняет всякое неведение и заблуждение. Ну и кроме того, святые отцы усматривали в этом стихе 9-м троическое богословие. То есть здесь говорится «Восвете Твоим узырем свет», то есть «Восвете Твоим в свете Отца мы видим свет Святого Духа, и у Тебя источник жизни», как говорил себе Христос. То есть здесь богословие Святой Троицы, и не случайно именно поэтому вот этот стих мы с Вами каждый раз за утренний вот поем в конце во время Великого Словословия. «Да не придет ненага гордыня, рука грешник, что-то не подвижет меня. Там и по душе все делающие беззаконие, и зеленовения бывшие невозмогут стать». Последний стих. Вот сказав в 10-м стихе, что «Господи, продли милость только к знающим Тебя», теперь Давид молится, чтобы не вошла в него гордыня, и рука грешника не изгнала его. Ну под грешником здесь понимается либо Саул, либо в более широком смысле дьявол, как отец каждого лукавого человека, коварного человека. И в последнем стихе он говорит, что «Импали, делающие беззаконие, не зринут и не могут встать». Вот этот стих хорошо сопоставится стихом следующего псалма, который мы сейчас будем читать, с 24-м стихом следующего псалма. «Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддержит его за руку». Давайте прочитаем. Если сопоставить эти стихи, увидим, что в 36-м стихе говорится, что «Беззаконник, если падет, уже не встанет». А в следующем стихе говорится, что «Праведник, даже если падет, он встанет», поскольку Господь поддерживает его. То есть беззаконник, который опирается только на собственное лукавство, он не имеет никакой опоры в себе. Если падет, то уже ничто не может ему помочь. А «Праведник» имеет опору в Боге. Поэтому даже если падет, но об этом сейчас мы более подробно поговорим в следующем псалме, то Господь его поддержит. И по мысли блаженного Феодорита, вот этот 36-й псалм и следующий 37-й между собой имеют тесную смысловую связь. Если в том псалме, который мы сейчас с вами прочитали, говорится о падении беззаконника, то в следующем стихе, в следующем псалме говорится о том, что никакой человек не должен завидовать беззаконным, несмотря на его временное благоденствие. Итак, следующий псалм является таким вразумлением или наставлением, который учит праведников великодушию, учит с благородностью переносить все плохое с вами случающееся и не обращать внимания на счастье, которым пользуются злые люди в настоящей жизни. «Не ревнуй, лукавящим, ниже завиде, творящим беззакониям». Первый стих. «Не ревнуй» – там каким словом передано? Какое слово? «Не ревнуй». «Не ревнуй, злодея». Это во второй половине, да? Нет, это сам первый. «Кукурон». «Не переживай в сердце своё, не печаль». Ну вот, значит, по переводу Блажанной Федориты здесь можно было бы сказать «и не подражай, и в то же время не раздражайся». Не раздражайся тем, что… Точнее, не подражай злым людям и не раздражайся для того, чтобы огорчаться в виде счастья, которым обладают злые. Это вот всё первая половина. Ну и вторая половина стиха, понятно, что «не подражай», и поскольку подражание пагубно и душевредно. «За некой трава скоро ищут, як и зелья и злака скоро отпадут». Второй. Вот. На самом деле, вот эти первые два стиха, они являются таким рефреном всего этого псалма. Они здесь повторяются с разными вариациями, но в принципе смысл тот же самый. Почему не стоит завидовать злым? Потому что они, как трава, не имеют глубокого корня, в отличие от праведников, которые подобны деревьям. И поскольку не имеют глубокого корня, то скоро и сохнут, исчезнут. Поэтому вот это счастье, оно призрачное. Счастье же праведника долговечное, потому что он наследует вечный обитель. Но об этом дальше. «По война Господа и твори благостыния, на селе земли, выпасевшись в богатстве. Насладись и Господь, и даст и прошение сердца твоего». Третий человек. На выражении третьего стиха «Жили на земле». Хорошо сопоставить словами Христа Евангелие от Матфея, пятая глава, пятый стих. «Блажены кроткие, ибо они наследуют землю». Понятно, что Христос говорил не о земле этого века, а о земле грядущей, земле будущего века. То есть не прекращаясь. Поэтому здесь и землю, и богатство нужно понимать, конечно же, в духовном смысле. В четвертом стихе говорится «утешайся Господом». В славянском тексте еще сильнее «наслаждайся Господом». Каким образом наслаждаться Господом? Посредством ненасытимой любви к Нему, или ненасытного изучения божественных слов, исполнения святых повелений. «Открый, как Господу, путь Твою, повай на Него, и Твои сотвори, и изъедет, как свет, правда Твою, судьбу Твою, как полудни». Пятый-шестой. Итак, в пятом стихе говорится о том, что необходимо иметь надежду на Бога, и Господь не посрамит тех, кто у Него надеется. Он выведет, как свет, правду Твою. Под правдой здесь понимается, конечно, праведный суд. Либо здесь можно говорить о том, что добродетель этого человека будет открыта всем. И вот эта яркость здесь сравнивается с полднем. Почему с полднем? Потому что полдень – это самый сильный и яркий дневной свет. Поэтому это такое сильное выражение, что свет будет таков, а свет – как полдень. И неоднократно Господь сам говорит, что праведники просияют в Царстве Божием. «Повинися, Господи, умоли его, неревну испеющему в пути своим человеку, творящему законопреступление. Престань от гнева и отстави ярость. Неревну, ежелукавнувайте. За нерукавнувшие потребятся. Терпящий же Господа тий наследит землю». Седьмой и девятый стихи. В седьмом стихе тут некоторые разночтения есть. «Покорить Господа, надейся на него». В славянском «не надейся, а умоли его». То есть «повинуйся Господу и молись Ему». По мысли Кирилла Александрийского в этих двух добродетелях заключается все делание, посвященное Господу. Это покорность Богу и молитва. Покорность в смысле исполнения всех заповедей без исключения. А молитва – это и прошение, и словословие. То есть это полнота христианской жизни. И далее в седьмом, восьмом и девятом стихах в более развернутой форме повторяется то же самое, что сказано в первом стихе. «Не ревнуй злодеям». Вот «земля», которая здесь говорится, опять-таки, это та самая земля кротких небесных жилища. «За нелукавнующие потребятся, терпящие же Господа, те и наследят землю. И еще малый не будет грешника, и взыщешь и место его, и не обрящешь. Кроцые же наследят землю, и насладятся о множестве мира». Девятый и одиннадцатый стих. Десятый стих похож на второй. «Как трава скоро исчезнет, так и здесь». «Малый не будет грешника». Одиннадцатый стих буквально повторяет слова Спасителя. И здесь Ефимий Зигабин говорит, что те же самые слова, которые Господь говорил устами своих пророков и, прежде всего, Давида, когда сам пришел на землю, подтвердил собственными устами. Этим объясняется сходство этих выражений. Один и тот же источник этих слов. «Назирает грешный праведник, и поскорежещик нанят зубы своими. Господь же посмеется им, и за ним прозирает, и, как и приедет день его». Двенадцати и тринадцати стихи. «Здесь, по мнению всех святых отцов, под грешником подразумевается не человек, а дьявол, который мы наблюдаем за праведником, скрежещим мысли на него зубами. Почему же Господь посмеется? Не потому, что Господь знает день, когда придет погибель дьявола. И дьявол, конечно, не сможет противостать Господу». «Меч из великоши грешницы, пригоши луксу, и изложите у Бога и нищи закладь правое сердце. Меч их да внидит в сердца их, и лучше их да сокрушаться». Девять. Да, четырнадцатый. Девятнадцатый. Значит, по мысли Оригена, здесь речь идет, как бы, здесь это место можно сопоставить с известным выражением апостола Павла из послания Кефесиным. Давайте сначала ее прочитаем, тогда будет понятно. Значит, это Кефесиным, шестая глава, десятый, одиннадцатый, и дальше с четырнадцатого по семнадцатый стихи. «Наконец, братья мои, крепляйтесь Господом, обучеством силы Его, облекитесь во всеоружии Божии, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Итак, станьте препятствием через слава ваша истина, облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность сблаговествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможно угостить все раскаленные стрелы лукава. И шлем спасения возьмите, меч духовный, который есть Слово Божие». И вот Оригин говорит, что как у воина Христов есть тут все это оружие духовное, так и у воина-диявола такое же оружие имеется. Если здесь говорится о шлеме спасения, то, конечно, у воина-диявола есть шлем погибели, и щит неверия, и меч злого духа. Соответственно, война идет на таком вот уровне. Но здесь Господь говорит, что в любом случае все это коварство и меч и лук этих грешников не сокрушатся, а меч внидит в сердце злоумышляющего против праведников зло. «Лучше мало и праведнику не плачет богатства грешных много, за не мышцы грешных сокрушатся, утверждает же праведный Господь. 16-17». Ну, под мышцами, разумеется, говорится в духовном смысле о силе, потому что в руках заключается сила. И здесь как раз объясняется, почему праведники преодолеют грешников, несмотря на то, что кажется, что они меньше и слабее, а грешники вооружены этим дьявольским оружием, потому что праведных укрепляет Господь, а грешники ни на чем не утверждаются. «Весть Господь в пути непорочных достояниях во век будет». 18-й стих. По мысли Кирилла Александрийского знает Господь, значит, знает, надо понимать, как являет удовольствие, уважение или любит. Вот. В каком смысле? Кирилл Александрийский поясняет, когда мы кого-то считаем виновным, мы ему говорим «Я тебя не знаю». Не в том смысле, что мы его не знаем, а потому что мы не хотим его видеть. Хотим, сказать, устранить его от нашей любви, и от связи с нами. В таком же смысле и здесь Господь знает, то есть любит пути праведных. Вот. Ну и, наконец, достояние их во век будет. Достояние праведных, конечно, это Царство Небесное, потому что оно и пребудет во век. А достояние или наследие Господь сам говорит в Евангелии от Матфея, 25-й глава, 34-й стих. 25-й, 34-й стих. «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону его придите, благословен на Отцам и унаследуйте Царство, готовное вам создание мира». На этом прерываемся, делаем перерыв. Продолжение следует...